Народился Иоанна Гашкевич на Махилёвшине у семьи священника. Его будущая служение было наканавано Господом и открыто батькам, еще до его заявления на свет. Одночек, а лимати будущего праведника молилась у храма, да и подошел юродивый с прарочными словами. Хотел бы я у этого дитя отримать благословение, но не доживу. Уже 4 года Иоанна помогал батьку в церкве. Потом скончил церковно-приходскую школу, духовное училище и семинарию. По завершении аддукации стал законовучителем у церковно-приходской школе у вёсце Агародня Добрушского района. Потом и Иреям у Рогачевским районе, где отдал церковному служению 14 годов и знов вернулся у Агародню, на Зусим. А кроме духовного служения, займался добраупарадкованием храма и его побудов. Уласной же нерухомости николи не имел, а жил у церковном домку. После народжения семага дитяти, Айтец Иоанн выканал свою мару, наведал Киева Пячерскую лауру и отримал благословение от старца у намонасская життём. На богослужении до его приходили люди из разных вёсок, кабы тримаця салоду адбоской ласки, якая присутничала у храме разом с добрым пастыром. Зямный шлях Айтец Иоанна завершился у восень 1917 года. Его мощи оказались нетленными и были перенесены сначала сюда в корму. По его пророчеству, которое он говорил, что никогда не ездил на машине, а по смерти меня покатают. Действительно, они были перевезены сюда на машине, здесь были поставлены. И, значит, когда приехал святейший патриарх, то было первое чудо от мощей. Значит, было очень такое сильное благоухание в церкви. Тут наш другий дом, кажут приходжане свято-покровской церкви. Помолиться о вылечении, о любополепшении здоровья, подяковать за отриманную допомогу, очистить душу покаянням, у кожного свой боль и своя радость. Не приезжайте, просто не могу. Во-первых, это долг благодарности Богу через молитву батюшки Анны. А с другой стороны, здесь очень хорошо. Здесь как-то так тепло, уютно. Я себя ощущаю здесь, как дома. Алена Капитулец приехала с Гомеля разом с унуком Иваном. Хлопчик, до речи, был назван именавито Угонер Иоанна Кармянского. Дитяна родилася с тяжким пороком сердца. Имя святого и постоянное наведывание Ягу Мошоу верили родные, да поможет перемахчих воробу. Так и здарилась. Прошла удачная операция. Мы пришли, вот мы приехали с Ванечкой сюда. Там мама наша тоже приехала. Благодарить Иоанна Кармянского за помощь. Пред Господом молили о нас. Вот Ванечка такой вот у нас, такой ранний приехал. Уже успел поклониться. До речи, Свято-Покровская церква у везцы карма сирот беларусов и гостей с близкого замежа популярная як экскурсийный объект. Ее наведывание включают многие паломницкие туры по Беларуси. А кроме того, церква у выходить у туристичный маршрут «Малое золотое кольцо Гомельщины». Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телередо и компания «Гомель».